Здравствуйте, в эфире программа Киногит, и с вами я, ее ведущий, Валерий Бондаренко. На экранах страны и нашего города фильм Терренса Малека «К чуду». Это картина с недавнего, последнего, по время Венецианского фестиваля, но, прежде чем говорить о ней, как всегда, в рубрике «Ликбест» несколько слов о самом Терренсе Малеке. Терренс Малек, наверное, сейчас, после того, как умер Кубрик, а Коппола и Скорсезе живы, и дай ему здравия, и разнообразных творческих удач, является такой самой легендарной фигурой американского кино. В каждой кинематографии должен быть такой патриарх, человек-загадка, некий человек-символ, символ не просто времени, в котором он живет, а символ, может быть, столетий или всей истории кино. У него невероятная совершенно биография. Он в 70-е годы снял два фильма, один из них назывался «Пустоши», второй назывался «Дни жатвы», и все. 25 лет он не снимал кино. И 25 лет ничего не было известно о Терренсе Малеке. Но так как вот эти две картины сразу вошли в классику мирового кино, это выдающиеся ленты, то о Малеке постоянно ходили слухи. Кто это? Где он? Потому что даже сейчас везде существует одна и та же фотография Малика. Он скрывается ото всех, он бегает от папарацци. Да они не очень за ним бегают, поскольку он уж слишком изощренная фигура для них. Это вам не Брэд Питт. А он не дает интервью. О нем, собственно говоря, практически ничего не известно. Кроме того, что есть такой режиссер. Терренс Малеке – это великий режиссер. И вот спустя то ли 25, то ли 30 лет он снял картину «Тонкая красная линия». Это была картина по роману американского классика Джеймса Джонса. Это была картина о войне, о Второй мировой войне, где все перипетии вот этих вот фронтовых будней были растворены в некоем таком мистическом облаке, мистическом тумане. Здесь каждое дерево, каждый крик птицы ровно столько же значили в судьбе героев, сколько войсковые соединения, выстрелы и вот такая простая солдатская смерть. Картина, несмотря на то, что там много крови, погибает много людей, какой-то невероятной красотой обладала. И возникал вот этот вопрос. Ну, человек же, он же не брал в руки камеру все эти годы. Ведь 25-30 лет – это какой срок? Это срок человеческой жизни. Многие мастера кино умерли в этом возрасте, как про это не грустно говорить. Как он? И вдруг он снимает так, как будто бы не было этого перерыва. И вот сейчас Теренс Малек начал снимать с какой-то невероятной скоростью. Ну, то есть, что значит невероятный? Фильм «К чуду» – это его шестая картина. После фильма «Тонкая красная линия» был фильм «Новый мир». И фильм «Древо жизни» – эта картина получила золотую пальму и ветвь Каннского фестиваля и была таким международным триумфом Теренса Малека. Ну, надо ли говорить, что ни на Каннский фестиваль, ни на вручение ему золотой пальмы и ветви Теренс Малек не явился. И опять не появилась ни одной новой фотографии. Всюду вот та старая в шляпе улюбающаяся Теренс Малек. И вдруг прошло два года и новая картина. Новая картина, которая продолжает некоего нового Малека. Что осталось от старого? От старого осталось невероятно волшебное чувство ритма. Вот когда ты сидишь в зале и видишь, как Малек монтирует свои картины, как он монтирует их с движения, возникает невероятная магия изображения. Ты в это погружаешься. Волшебное кино. Но у него с возрастом, конечно, появилась немножечко вот такой, не то чтобы старческой ворчливости, а некая вот такого возрастной эйфории, я бы сказал. Возрастной эйфории, причем вокруг библейских символов. И картина «Древо жизни» была очень сильной тогда, когда речь шла о жизни одной американской семьи в американской глубинке. И она очень сильно начинала проседать, когда начинали возникать какие-то космические параллели, которые облекались не в визуальный образ, а в слова. В слова. Фильм «К чуду» напоминает в этом смысле «Древо жизни». Хотя слов там еще меньше. Это история двух людей. Играет в этой картине Бен Аффлек, его, а ее играет Ольга Куриленко, наша соотечественница, которая, кстати, в этой картине время от времени говорит по-русски. И раньше мы видели Куриленко в картинах с Томом Крузом или где-то там во вторых ролях в «Американских боевиках». Теперь выяснилось, что в нее может влюбиться камера Терренса Малека, одного из величайших режиссеров на свете. И это невероятно красиво. Это невероятно красиво. И эта картина очень странная. Это, по сути дела, такая визуальная поэма. Она мне напомнила картины вот другого визионера американского Годфри Реджио. Здесь очень мало слов. И картина может быть о самом важном. Почему к чуду? Ну, потому что влюбленные, влюбленные всегда переживают какой-то пик. Какой-то пик, когда жизнь открывается. Уровень возможного становится почти невозможно огромным. И они в этом смысле одной ступней на один шаг попадают в тот самый райский сад, откуда человек был изгнан. И вот самое страшное – это то, когда это кончается. Потому что они только заступают туда. И как это кончается? Почему вдруг начинаются эти размолвки, непонимание, волшебное чувство гармонии и целостности, соединение двух начал, мужского и женского, вдруг начинает разрушаться? И что это за плата? И не является ли вот все дальнейшее, вплоть до бракоразводных процессов, взаимной ненависти, взаимных обвинений, вот плата из-за те мгновения, когда удается прикоснуться к миру, каким он только-только был создан. Или только-только замысленно творцом. Вот вокруг этого вся картина, двухчасовая картина «Малека к чуду». К чуду – это устремление человека. Это естественное его устремление – жить в краю чудесного. Ну, вот жить в той самой невероятной гармонии с другим. И это история про то, как эта гармония разрушается. И это попытка заглянуть туда, в тайны тайных человека, для того, чтобы понять, а что не так? А почему мы всегда оказываемся не готовы к любви? Кто-то из мудрецов говорил о том, что когда человек говорит «я хочу любить», «я люблю», «я полюбил», он редко отдаёт себе отчёт, насколько он сам как бы недостоин любви-то. Но недостоин в каком смысле? В том смысле, что всего хочется для себя. Очень много эгоистичного. Недаром одно из первых слов ребёнка – дай, дай, дай мне. И в любви тоже дай, дай. А вот отдать, отдать всё. И отдать себя, и отдать мир. Всё, всё до последнего песчинки, до последней копейки. До последней зубочистки, если можно так сказать. И вот в этом смысле Малик нам рассказывает о том, как рановато человеку даётся гармония. Она даётся для того, чтобы ты понял, что это высшая гармония есть, в том числе в соединении с другим иным началом, мужского с женским и женского с мужским. Но она является лишь первым шагом к чуду. И на этом пути к чуду неизбежно возникнет ужас. И вот этот вполне бытовой, житейский, человеческий ужас – ведь у Малика как? У героев нет никаких занятий. Вернее, они есть, но мы очень редко видим их за этими занятиями. Они смотрят телевизор, они ходят в кино, в квартирах почти нет мебели. Это такой архетипический мир. Есть мужчина и женщина в некой своей обнажённости, в некой своей тотальности. Всё остальное мешает Малику, всё остальное помеха. Поэтому его картины часто напоминают такие абстрактные полотна. И кого-то вот этот кинтографический абстракционизм радует, а кому-то он кажется очень натянутым. И есть к тому основание время от времени всё-таки за кадром звучат голоса героев, которые говорят о том, о чём в кино не надо говорить. Потому что в кино на многие вещи не надо показывать пальцем. И ведь Малик умеет не показывать пальцем. Но тем не менее, несмотря на все огрехи и противоречия, это яркая в художественном отношении картина. И мы, конечно, советуем её посмотреть. С вами была программа «Киногид». Я и ведущий Валерий Бондаренко. Встретимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»